Ребенка не видит ребенка пару раз в три месяца, ребенку девять месяцев. Нужен ли сейчас ей отец? С ним сейчас сложные отношения у меня в разводе. Давайте представим ситуацию. Ребенок девять месяцев. Я так понимаю, если написано, нужен ли ей сейчас отец, значит у вас в дочке. А вы сейчас в разводе. Вот представьте ситуацию. Он приходит домой к своей дочери раз в три месяца, потому что ему просто больно. Потому что когда он приходит домой, он видит в вас свою любимую женщину, с которой у вас не завершены отношения, с которым. Да, понятно, что мы все живем в боли, но он же не мазохист. А завтра, когда она родится, вы скажете, что у вас нет отца, что у нее нет отца, что он вас бросил. И свою обиду, свою обиду, вы перенесете на обиду с ребенком. Ребенку. И ребенок начнет обижаться на своего отца. Вот как у меня девочка в консультации. Он мне не звонит. Отец мне не звонит. У меня плохие отношения с отцом, отец мне не звонит. Я говорю, а у тебя телефона нет, ты ему позвонить не можешь? Пауза. И тогда второй вопрос, а почему ты ему позвонить не можешь? Ответ удивительный, мама обидится. Да, мама обидится. Потому что ребенок соединился с обидой мамы. У меня был момент, когда девушка тоже в Хабаровске, по-моему, не помню, по-моему, в Хабаровске, тоже пришла и говорит, отец нас бросил. Как он вас бросил? Он с мамой разошелся. И когда мы вытаскивали ребенка туда, где вот эту обиду всю вот эту... Вы знаете, ее трясло, как осиновый лист. Ей было так плохо. Там такой пласт обиды сидел. Прям правда, это просто видеть надо. Это прям, знаете, как сеанс экзорцизма. Это очень больно. И когда мы вытащили, правда, я не знаю, она больше не появлялась. Ну, я знаю, что мы работу-то сделали прям на 100%. И прям убрали вот эту вот ситуацию. Поэтому наладьте отношения со своим мужчиной. Даже если вы в разводе, люди встречаются, люди расходятся. Зачем обижаться-то на себя? То есть он обиделся на себя, вы обиделись на себя. И вот эта вот связка, которая привела к разводу, это же обиды. Обиды на себя. И трансляция обиды на другого. Такой пинг-пон духовный. Это очень больно, да. И эта боль приводит к тому, что вот, ну, это вот так вот. Только дети потом страдают. И роль отца-то это... В этой ситуации, да, прийти и сказать, дорогая, ну, прости меня, да, давай посмотрим. Я прощаю тебя и себя прощаю здесь. Потому что, ну, там два проклятых человека. Один проклял себя, другой проклял себя. Один пошел в другие отношения, не закрыв эти, и другая пойдет в эти. И в итоге, ну, вот, вся жизнь в этих вот доказываниях, добиваниях друг к другу. В новых отношениях, в новой степени. Пока не закроешь старое, новое не придет. Ну, представьте ситуацию, вот стакан, наполненный водой. Пока его не вылишь, туда новое, ничего не нальешь. Это просто старое будет гнить. И будет доливаться по чуть-чуть, по чуть-чуть. И то, что будет доливаться, будет тоже сгнивать. Кто проходил тренинги, те знают, что ты всего лишь проходишь и опыты. И пока ты не закроешь этот опыт, приняв его, да, ну, то есть, осознав себя в нем, найти себя именно в этом опыте, у тебя ничего не получится дальше. Ты будешь просто проживать это же самое наблюдаемое. Просто в разных степенях будут приходить новые люди. Ничего не изменится. Да? Так будет? А когда ты закрываешь эти отношения, ты можешь встречаться с людьми, разговаривать, ходить даже другу в гости, чай пить. Ну, почему нет? Это же нормальная ситуация. У вас были отношения, был секс. На основании этого секса был сексуальный союз. Что такое ребенок? Это сексуальный союз мамы и папы. Без папы ребенок не родится. И этот цветочек, который родился, благодаря именно этому папе, от другого папы был бы другой ребенок. И только за это его можно поблагодарить. Но происходит страх и испуг. А как я дальше буду? Он же меня не поможет. Он же меня не это. И вот и бум-бум-бум-бум. И в этом испуге мы постоянно живем. В этом страхе. В этой боли. И здесь задача быть двум взрослым людям. которые могут сказать, ну все, ну жизнь как-то вот, ну нет смысла. Ну давай расстанемся. Вот есть у нас ребенок, да. Давай посмотрим, как мы это будем делать. И от этого детям будет только хорошо. У него будет и мама, и папа. Не лишайте женщины своих детей, отцов. Вы сделаете очень больное. И самый главный момент, что у них, ну жизнь пойдет по такому же сценарию. Да? Вот на тренинге мы это очень хорошо проходим. Мы это прям, прям видим это. То есть вот человек прям заходит в свою вот эту ситуацию, он прям видит. Там такие пласты выходят, обид, это удивительно. Прям правда удивительно. Тренинг это не семинар, не датсан, там, не, ну это, не там, ну это, это именно тренинг. Мы там именно тренируемся, как жить дальше. То есть главная задача, я же говорил, да, что моя задача это, чтобы каждый стал психологом самому себе. Разрешил себе принимать, то есть вот этот опыт, ловить его, отлавливать. Чтобы вот этого пропускания не было, на вдохе не пугаться. Сказать, о, вот это да. Второе бывает, хватает одного слова заменить, да, проблему на приключения. У меня, кстати, девочка была, тоже, наверное, года два-три назад, тоже в Хабаровске, когда она встала на тренинг, у меня был тогда еще тренинг, трансформация страхов. Арт-терапийный, я очень люблю такой интересный тренинг. И она встала, говорит, я, говорит, боюсь, что я ничего не боюсь. Там семья разваливалась, там, двое детей, ну, как бы так, по-серьезному все было. Да, и когда мы нашли ситуацию, где это произошло, да, когда мама сказала тоже, что у тебя нету отца, что он нас бросил. Ну, она, правда, взрослая уже девочка была, да, она после тренинга нашла отца, съездила к нему в Петербург, увидела и узнала совсем другую ситуацию. Они себе там ходили по белым ночам, там, разговаривали, там, два или три дня она приехала, он ей там цветы дарил. И она увидела, как он ее любит. Семья сохранена, она счастлива, в семье счастливы все. То есть, в сессии такое счастье, когда дети начинают расти в полноценной семье. И ей не нужно больше доказывать мужчинам, что они могут ее бросить. Ей не нужно доказывать. Чем больше ты доказываешь, тем хуже происходит. Помните, мы говорили, да, закон Ома для полной цепи? При единой божественной энергии, чем больше сопротивление твое, добиваться, бороться, стремиться, доказывать, устанавливать цели, тем меньше твоя жизненная сила, тем тебе всегда будет плохо и больно. Ты просто в этом живешь. Какой смысл? Я не говорю, что тренинг – это панацея, да, что ты вот придешь на тренинг, и тебе станет легко. Нет, не станет. Но ты увидишь, как это работает. И ты сможешь что-то с этим делать. И начнешь просто жить. Жить, любить, творить, радоваться. Наслаждаться тем, что ты есть. Ты перестанешь искать этих духовных исканий, да хватит уже сколько можно. Искать то, чего ты никогда не терял. Ты живешь. И в этом теле у тебя будет только это, жизнь другой не будет. Так насладись ей полностью. Начни желать. Желать опыта, желать радоваться. Желать любить. И понимать, что такое радость, что такое любовь. Почему люди не могут находить ответы сами? Могут. Ну вот смотрите. Это равносильно то, что сказать, почему люди не могут ездить на машине. Могут. Но для этого им просто нужно научиться. Научиться ездить, получить права. И тренинг – это именно научиться находить вот эти ответы сами. Да, у меня и рубрика так называется. Сам себе психолог. Это именно научиться жить самому. Потому что по психотерапевтам не набегаешься. Правда не набегаешься. Они очень дорогие. Потому что дешевые психотерапевты что могут сделать? Они сами себе не могут ничего сделать. Отсюда и цена такая. Почему люди сами не могут находить ответы? Чародейка. Ответь мне, как жить дальше? Ну я не вижу ни фотографий, ничего. Ну чародейка. Как жить дальше? Ну шури. Если больно, приходи. Поработаем. Я живу с этим много лет. Я тоже. Обязательно брать фамилию мужа, выходя замуж. Ну а какой смысл тогда выходить замуж? Когда ты выходишь замуж, ты берешь фамилию мужа, переходишь в его род. Да? То есть там ты получаешь именно то, что получаешь. Но если ты остаешься на фамилии отца, но ты остаешься вроде отца, то есть ты как бы выходишь замуж. Результат сам себе как бы расскажешь. Правильно? Поэтому посмотри. Опять же, да, я не даю советов. Не умею я их давать. А правда не умею их давать. Я не страна советов, поэтому как именно поступить тебе? Ну я всегда в таких случаях говорю, ну приходи на тренинг, почувствуешь. Потому что осознать разумом это совсем другое. Ты просто это увидишь. И когда ты это осознаешь, ты поверишь самой себе. Ведь любой ответ это поверить себе. И ясность, и подлинность того, что я желаю. Да, и правильно, Ольга. Никогда не настраиваю детей против папы. Всегда говорю, что папа самый лучший. Да, он самый лучший, потому что если бы не было бы папы. Но папа своими поступками показывает обратное. Так он просто не простил себя в этих отношениях. чем, вот я всегда говорю, да, можно проживать в жизни вот эти обиды десятилетиями и обижаться на своих детей. Ну это же, кто обижается? Там, ребенок травмированный. Либо муж травмированный, либо там, ну, нам надо смотреть, какие роли. Но мы же все сильные, нас учили не жить, нас учили умирать стояк. Это когда есть три основные субличности. Помните, мы говорили, да, с вами? Это ребенок родителей взрослых. И обижается, надо, важно, кто родители. То есть, ребенок травмированный, взрослый травмированный, хочу травмированный и могу травмировать. Остается надо и важно. А на этом надо и важно, далеко не уедешь. Потому что, когда надо и важно для самого себя, несмотря ни на что, я сделаю вот это, да? Потому что мне надо и важно. А когда мне надо и важно делать все всем вокруг, то у меня просто давалка ломается. Ну, так и происходит. Почему мужчина-то умирает так рано? Обратите внимание, 40-50 лет. У меня, друзья, половина померло уже, старых, вот тех, которых, вот, мне само уже 50 просто. Столько выкосило народу. Ну, что умирает, это я хочу и могу. Остается только надо и важно. Зачем мне? Мне-то мы-то уже пожили. Ух ты, красавчик, 50 лет-то уже пожил. Ну, здорово. Все, на себе уже крест, его уже нет. И остается надо важно. И там эту боль, закрыть алкоголем, святое дело. Вот так рождается алкоголизм. Когда умирает ребенок, он рос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok